Встретились два друга. Первый шутя спрашивает, что нужно делать при атомном взрыве. Второй объясняет, нужно завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Первый недоуменно, а почему медленно? Второй улыбаясь, чтобы не создавать паники. Внук в комнату к бабушке и говорит, бабушка отгадай, что такое, висит груша, нельзя скушать. Бабушка посмотрела на него и отвечает, не знаю, Вовочка, может лампочка. Вовочка улыбнулся и продолжает, ха, лампочка, это тетя груша повесилась. Встретились два друга. Первый говорит, ты не хотел бы провести отпуск в Англии. Второй подумал и отвечает, желание-то есть, но это левостороннее движение мне очень не нравится. Я тут на днях попробовал на работу так доехать и понял, нет, это не для меня. Ночь. Муж уломывает жену заняться сексом. Наконец она соглашается, но с условием. Только свет выключи. Муж недоуменно. Зачем? Жена объясняет. Есть фактор, снижающий у меня возбуждение. Муж уточняет. Какой еще фактор? Жена, я тебя вижу. Встретились два мужика в баре и первый рассказывает, в этом году я отлично провел отпуск. Второй уточняет, ты был на море? Первый объясняет, нет дома. На море выезжали жена с тещей. Мужик разбил любимую вазу жены и оправдывается. Дорогая, не нервничай. Нервные клетки не восстанавливаются. Жена посмотрела на него и отвечает. Дорогой, не умничай. Зубы в твоем возрасте тоже не растут. Полицейский останавливает машину, смотрит в салон и спрашивает. Почему ваша пассажирка не пристегнута ремнями безопасности? Водитель посмотрел на пассажирку и отвечает. Да ты не бойся, командир. Это теща моя. Она сегодня смирная. Возле кабака трое отловили пьяненького мужичка и говорят. Бабки гони. Мужик улыбаясь. Нет проблем. Лезет в карман. Достает оттуда ствол и говорит. Теперь легли. Все быстро легли. Мужик продолжает. И поплыли за мной. Двигаются на брюхе, изображая плавание. Один из плывущих не выдерживает и выкрикивает. Ну ты дурной. Мужик недоуменно. Че так? Тот объясняет. Да кто ж на асфальте плавает? Мужик продолжает. Рот закрой, а то нырять будешь. Общаются двое дедушек. Первый говорит. Сейчас лафа, а вот в моей молодости, чихнул. И тебя за это тут же пристрелили. Второй уточняет. Да когда это такое было? Первый продолжает. В сорок третьем ночью в разведке возле немецкого часового. После экскурсии на свиноферму два городских мальчика пяти и трех лет. Восхищенные увиденным. Возвращаются домой. Старший говорит матери. Мама, мы на ферме видели свинью, которая намного толще и жирнее тебя. Мать в истерике. Дает подзатыльник своему сыну и начинает горько плакать. Младший сын пытается успокоить ее. Гладит по руке и говорит. Успокойся мама. Толще тебя нет ни одной свиньи на свете. Субтитры сделал DimaTorzok